Сегодня я бы хотел поделиться мыслями и трендами, теми некоторыми трендами, которые возникают на рынке, на ИТ-рынке, как компании реагируют на это, что мы видим, что происходит вокруг на российском рынке, какие запросы. Мы видим запросы бизнеса на интеллектуальную автоматизацию, и сегодня некоторые отдельные аспекты по этому поводу хотел поделиться мыслями. Мы видим запрос, и он уже частично реализуется, на интеллектуальную автоматизацию, но чтобы с этим разобраться и понять, чем он обусловлен, небольшой экскурс в историю давайте сделаем. Известно, что, как правило, технологические революции сопровождаются ростом продуктивности. И за последнюю историческую эпоху, последние 100 лет, наблюдалось два скачка продуктивности. Один из них был после Второй мировой войны, когда была массовая автоматизация производства, в основном связанная с конвейерным производством, с механической автоматизацией. Это дало прирост производительности, и скачок был заметный. И второй скачок производительности был в 70-80-е годы прошлого столетия, когда появились персональные компьютеры, системы, сети, и часть рутинных операций компьютеры взяли на себя. И был большой скачок продуктивности. Но эксперты с середины нулевых годов начали наблюдать так называемый парадокс продуктивности, который выражен в том, что дальнейшие значительные инвестиции в ИТ не давали каких-либо серьезных скачков, большого прироста. То есть прирост где-то был, но небольшой. И вот возникает так называемый парадокс продуктивности. Одна из гипотез, которая объясняет этот парадокс, звучит так, что компьютеры сквозь скачок продуктивности уже сделали за счет рутинных операций массового ввода, автоматизации. Дальнейший прирост возможен за счет использования интеллектуальной автоматизации, за счет тех технологий, которые мы сейчас видим, начинают появляться вокруг нас. И вот мы в каком-то смысле на пороге стоим очередного скачка продуктивности за счет интеллектуальной автоматизации. И одним из трендов интеллектуальной автоматизации является гиперавтоматизация. Что такое гиперавтоматизация? Гиперавтоматизация – это ориентированная такая на бизнес собирательная технология, которая позволяет автоматизировать те процессы, быстро выявлять и автоматизировать процессы, которые не были автоматизированы или затронуты большими системами, которые массово внедрялись. Эта технология сейчас включает в себя набор как бы подтехнологий, процесс майнинг, аналитика больших данных, конечно же, RPA, интеллектуальный RPA. Ну и, разумеется, low-code, no-code технологии, которые одни из флагманов гиперавтоматизации. Интеллектуальный BPMS, работу с естественным языком, цифровые сотрудники, чат-боты. Все это вот набор технологий, которые объединяются неким зонтичным понятием гиперавтоматизации. И сейчас этот тренд набирает силу. В мире есть оценки по росту рынка. С 2022 по 2022 год он должен вырасти, по оценкам экспертов, примерно в 5-6 раз. В России, соответственно, такой же тренд набирается. И еще интересные такие… Хотел поделиться интересными наблюдениями по поводу, какие возникают в этом смысле явления или термины. Появился термин «дополненные сотрудники» с английского перевод «augmented workforce». Но он перевод дословный, кто в ИТ понимает понятие «дополненная реальность». Мы знаем этот термин, но, возможно, этот термин не совсем удачный, хотя он сейчас активно идет в массы, идет в прессу. Если есть какие-то идеи, интересно будет услышать, как вы бы назвали этих людей, этот персонал, дополненный персонал. Это такие работники, которые в своей работе повседневно используют различные ворота интеллектуальные прикладные системы, интеллектуальную автоматизацию. Это люди, дополненные цифровыми сотрудниками, дополненные программными роботами, виртуальными помощниками. И сейчас уже в мире, по оценкам аналитиков, 55% сотрудников являются так называемыми дополненными сотрудниками. Россия, кстати, не сильно отстает, у нас это 45%. Дело в том, что дополненные сотрудники, они такие кросс-индустриальные люди, и они могут использоваться, эти технологии, в самых различных областях. Процессы, которые автоматизируются при помощи интеллектуальных цифровых технологий, дополненных сотрудников, они могут быть во всех индустриях. Это подбор персонала, поддержка принятия решений, коммуникация, маркетинг, производство, аналитика. И вот это один из таких трендов, которые мы сейчас наблюдаем в связи с массовым развитием интеллектуальной автоматизации. Другим большим трендом, ну он вообще-то не новый, конечно, демократизация ИТ, просто это сейчас стало еще больше набирать силу за счет того, что доступ к информационным системам внутри предприятия начал получать все больше сотрудников. Есть предприятия полностью на 100% охваченные, все сотрудники имеют доступ к информационным системам. Это касается даже промышленных предприятий. То есть у нас тотальная автоматизация привела к тому, что приходят люди уже подготовленные, уже с какими-то даже своими определенными требованиями к предприятию в плане автоматизации. Это приводит к тому, что разработка, модификация программного обеспечения за счет ноу-код, лоу-код технологий как бы снимает барьер между бизнес-заказчиком и ИТ. И они начинают говорить на одном языке. Возникает разрушение этой стены, что там IT что-то делает. Мы не понимаем, о чем они говорят. Они приносят все время что-то непонятное, нас не слышат. Ну вот это известный конфликт бизнеса с ИТ. Эта граница сейчас, конечно, стирается. И это приводит к тому, что бизнес активно сам участвует в разработке ПО. Тем самым как бы все процессы ускоряются. И ускорение внедрения цифровых технологий, по оценкам экспертов, по вопросу ИТ-служб и бизнеса, это одна из ключевых причин, почему предприятия используют лоу-код, ноу-код технологии. Другим трендом, который мы наблюдаем, является так называемая национализация ИТ. Ну, здесь понятно, что государство будет в ИТ-отрасли все большую роль играть. И сейчас минцифры играют значительную роль в российском ИТ-рынке. Но мы понимаем, что те вещи, которые делает государство, правительство, оно обусловлено защитой национальных интересов, и так делают все другие страны. Приземление каких-то сервисов, законодательное регулирование. Много примеров в мире, когда защита ИТ-рынка – это вопрос, как сейчас уже стало, вопрос национальной безопасности. И этот процесс будет, я думаю, тоже активно продолжаться. Государство будет в достаточно серьезную роль играть как в регулировании, так и в нормативной базе и в каких-то финансовой поддержке отраслей в нужных моментах поддерживать те вещи, которые важны государству с точки зрения обеспечения цифрового суверенитета. Сейчас уже этот термин на повестке дня. Еще несколько слов про тренды. Вот на фоне того тренда про запрос интеллектуальной автоматизации, который больше такой технологический и связан с продуктивностью, с улучшением процессов, мы видим, все живем, и происходит тренд про тотальное импортозамещение. Как мы его называем? Тотальным, потому что надо поменять много и быстро. То есть сроки сжатые, в разных местах эти сроки разные, но про критическую инфраструктуру все понимают, и сроки где-то по каким-то причинам двигаются, но все равно есть некие сроки. Потому что надо поменять в сжатые сроки весь стек программного испечения, от операционок до прикладных систем. И только 30-35% сейчас в среднем российскими продуктами покрыто. То есть это, с одной стороны, не так уж и мало, есть на что опираться, есть опыт, все понимают, что это такое. Но работы еще очень много. Как я уже сказал, цель сейчас, которая звучит на государственном уровне, это технологическая независимость государства. То есть это не истории про то, что мы тут упражнялись, что-то попробовали. Нам не понравилось, мы остались. Так сейчас нельзя уже. Мы видим рост расходов в закупках на российское ПО в 2023 году, который просто отражает этот тренд, и он будет только дальше усиливаться. И несколько слов про то, как российский рынок сейчас выглядит на фоне происходящих тектонических двигов, которые с ним происходят. Если раньше несколько, ну, 10, на самом деле даже может быть и меньше, если говорить только про софт, ключевых поставщиков закрывали рынок корпоративных информационных систем практически полностью. То есть были предприятия построены полностью на Майкрософте, например. И все работало нормально. Был Майкрософт, САП, Орак, Олайбе. И все они между собой были согласованы, много лет развивались. Единая поддержка, совместимость, зрелость, проработанные стратегии. И некая была стабильность и уверенность в том, что куда же он денется. Это же Майкрософт. Это была надежность. А теперь мы имеем некий такой пёстрый калейдоскоп достаточно из различных российских компаний. Есть, конечно, такие монстры типа 1С, Касперский, Позитив, Яндекс. Они в свое время уже успели стать глобальными, но их немного. Остальной весь рынок – это небольшие и средние компании со штатом 100 человек. Когда они достигают какого-то предела оборота в 200 миллионов рублей, у них возникают вопросы масштабирования и роста. Ко всем этим компаниям… Они все в реестре. В реестре 16 тысяч продуктов. Надо во всем этом разобраться. Проблемы с совместимостью между собой. У нас были примеры, когда компании встречаются и начинают договариваться о совместимости между собой в кабинете заказчика. То есть он знакомит и говорит, вы у меня вот это делаете, а вы у меня вот это. А теперь вам надо с собой интегрироваться. Договаривайтесь. Поэтому проблема совместимости, уровень зрелости, единая поддержка, единый клиентский сервис, маркетинг – это все вопросы, которые сейчас сам заказчик решает. Потому что им надо во всем этом многообразии разобраться. Создаются всевозможные лаборатории, тестовые стенды. И достаточно оперативно происходит история с интеграцией. Ну и как ответ на подобного рода ситуацию и запрос рынка, понятно, что возникает встречный процесс под названием консолидация. Консолидация уже происходит. Она будет только набирать силы. На базе крупных российских ИТ-бендоров и не только ИТ собираются некие такие кластеры продуктовой и сервисной разработки. Они обеспечивают уже между собой совместимость, совместимость внутри. Это позволяет обеспечить единую ресурсную поддержку. Все понимают проблему персонала, не хватает разработчиков, не хватает специалистов. И когда мы это все объединяем в некую крупную компанию, эти вопросы становятся за счет эффекта масштаба. Как я уже сказал, за счет эффекта масштаба эти вопросы можно будет решать в условиях большой компании гораздо эффективнее. И под эти уже новые создаваемые комплексы, холдинги, возможно создание ответных каких-то ресурсных центров и центров экспертизы на стороне заказчика. То есть с крупными компаниями работать удобнее, потому что возникают какие-то единые точки. И как пример подобного рода консолидации, это компания SL-soft, которую я представляю. Это новый вендор бизнес-приложений. Субхолдинг в составе крупнейшей этой группы России Softline, которая в прошлом году вышла успешно на московскую биржу. Это вопрос про как раз доступ к капиталу и про возможность финансировать разработку продуктов, потому что все понимают, что разработка продуктов достаточно трудозатратная не только в персонале, но и в финансировании. Это стоит денег. Если мы сделали проект на заказчике, это не значит, что у нас появился продукт. Создание продукта – отдельная история. Это дорогое удовольствие. На сегодняшний день в SL-soft объединено 7 брендов. Очень коротко пройдусь по некоторым. По всем пройдусь очень коротко. Это преферентум анализ инструктурной информации на базе искусственного интеллекта и машин леунинга. Это работа с текстами, со смыслами. Мы понимаем, что написано в документе и что с этим дальше делать. Robin – это RPA-платформа. Citrus – это работа с документами, ICM-платформа. Все, что вокруг цифровых документов. Сойка – это OCR. Распознавание текстов. Босс – управление персоналом. Кадровая система. Робовое – роботы. Текстовые голосовые боты. Полематика – это классический BI, EPM, поддержка принятия решений. Таким образом, все наши продукты соответствуют запросу рынка на гиперавтоматизацию. Потому что мы делаем комплексные решения внутри своих решений. То есть мы создаем решения, которые используют 3-4 наших продукта вместе, решая какую-то бизнес-задачу. Например, работа с автоматизацией тендерных закупок. Анализируем тексты. Храним в архиве. Робот разбирает. Аналитика показывает. Сойка распознает. Цитры сохранит. Преферентум понимает, что там написано. Но это так очень коротко. И мы все движемся всеми продуктами в некую гиперавтоматизацию как решение. А при этом компании ранее были самостоятельны. Теперь они часть большого холлинга. И управляются как раз единым клиентским сервисом, единый маркетинг, единая партнерская политика. Единое продуктовое управление, синхронизация между собой всех родмэпов, внутренняя интеграция. Это все то, что компании раньше не могли себе позволить. Потому что, как я уже сказал, за счет эффекта масштаба сейчас мы это будем делать, активно развиваться. И это не окончательный список. Мы будем пополнять в сегменте бизнес-приложений нашу линейку продуктовую. Собственно, на этом я, пожалуй, и закончу. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Георгий, за такую подробную картину. Алексея вас, кажется, назвали монстром, правда, там в середине презентации. Коллеги, вопросы, пожалуйста, Георгий. Если будут вопросы, я… Как модератор задам Георгий, а у вас в компании есть уже дополненные сотрудники? Да. Много? Все дополненные сотрудники. Мы и Т-компания, мы все технологии в первую очередь используем на себе. И это тоже один из способов развивать продукты. Ну, тогда, условно, каждого человека со смартфоном можно называть дополненным сотрудником. Это, наверное, все-таки недостаточно. Зависит от конкретного приложения, наверное. То есть, да, наверное, можно сказать, что все современные люди, дополненные сотрудники, потому что они из смартфонов вообще не вылезают, да, и у них уже там часть жизни. Я это больше к бизнес-приложениям применил, но, конечно, этот термин более широкий. Есть дополнительные, как «агментед people», тогда можно сказать. Да. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!